Добрый день! Мы продолжаем наш проект «Россия. События хороших новостей». Это конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» и Международный форум «Российский промышленник». Сегодня у нас в гостях Артём Евгеньевич Шадрин, генеральный директор Национального агентства развития квалификации. Артём Евгеньевич, здравствуйте! Добрый день! Ну, наверное, вы уже успели посетить богатую выставочную экспозицию, которая расположилась сегодня в «Экспофоруме». Что вам особенно запомнилось, понравилось? Да, ну, очень интересная выставочная экспозиция. Там включают и стенды компаний, и стенды университетов, Сент-Российского союза промышленников и предпринимателей. Было очень интересен стенд робота-сварщика. Да, это, значит, такое востребованное направление сейчас. У нас есть институт сварщиков, и, в общем, роботизация нашей промышленности – это явный тренд, который актуален. Но вот вернусь к своему направлению, квалификация – это означает новые профессии. Да, оператор робототехники, инженер робототехники – это наша уже наступающая перспектива. Деловая программа «Форума» тоже масштабная и насыщенная. Что уже удалось посетить из программы? Какие сессии понравились? Да, ну, вы знаете, наше агентство выступило с организатором форума «Национальная система квалификации России», который проводится на площадке форума «Промышленник». И вчера целый день был посвящен программе нашего форума. И надо сказать, что были очень интересные сессии, и пленарные заседания, и отдельные направления. И ключевые вопросы, которые рассматривались, это партнерство бизнеса и образовательных организаций для подготовки кадров, востребованных на сегодняшнем рынке труда и с учетом перспективных потребностей. И сейчас реализуется ряд очень содержательных, интересных программ, как раз направленные на развитие этих механизмов партнерства. Я назову их «Четыре программы». Они реализуются четырьмя разными федеральными министерствами, но всех объединяет формат расширения механизмов партнерства бизнеса и образования. Первая программа – это «Содействие занятости». Федеральный проект реализует Министерство труда, и он направлен на переподготовку, повышение квалификации безработных и лиц, находящихся под угрозой увольнения. Это программа, где из федерального бюджета поддерживается программа повышения квалификации доплатного профессионального образования, и как раз способствует повышению гибкости рынка труда и подготовке людей, работников по наиболее востребованным специальностям. Вторая программа, о которой хотелось сказать, это федеральный проект «Кадр для цифрой экономики», который реализует Министерство цифры, и он направлен на обновление содержания образовательных программ университетов, причем разных отраслей, но по компетенциям связанных с использованием современных информационных технологий. И там очень интересный формат, там одновременно в рамках этого федерального проекта актуализируются профессиональные стандарты, одновременно ведется разработка типовых программ университетов по использованию цифры в новых направлениях экономики, и третья – это программа оперетовки преподавателей. Вот в год подряд более 16 тысяч преподавателей переподготавливались в рамках этого федерального проекта на базе университета Иннополис, и это означает, что вот эти новые компетенции, они не просто будут записаны в образовательных программах, а реально, начиная с текущего, со следующего года, они непосредственно начинают преподаваться в университетах. Да. И... Артем Евгеньевич, не могу не спросить. Ведь многие эксперты отмечают, что для российской промышленности все еще есть одна существенная проблема – это нехватка этих кадров. Действительно ли наблюдается такая история, и что делать с ней? Ну, наверное, то, что, безусловно, требуется делать – это повышать квалификацию, потому что благодаря более высокой квалификации удается повысить производительность труда, и, значит, внедрять новые технологии, и одновременно добиваться более высоких результатов. Поэтому здесь вопрос связан именно в повышении качества образования. Я, кстати, позволю еще о двух проектах очень коротко сказать, потому что они представляются тоже очень значимыми и важными. Это проект «Профессионалитет», который реализуется в Министерстве просвещения Российской Федерации и направлен на обновление содержания обучения в колледжах и техникумах. И также за счет партнерства с индустриальными компаниями уже поддержано 140 таких партнерств, которые как раз предполагают и замену обновления оборудования, и переход на новые современные программы обучения, причем, как правило, сопровождающиеся прохождением производственной практики, непосредственного вовлечения студентов колледжа и техникумов в практическую деятельность на этих предприятиях. И четвертый проект тоже, на мой взгляд, очень значимый, его реализует Министерство Минобранауки, науки и высшей школы, которое предполагает создание на базе 30 ведущих университетов, как следует название, передовых инженерных школ, то есть подразделений, построенных на базе партнерств с нашими ведущими технологическими компаниями, предполагающих переход на новое поколение образовательных программ, связанных с проектированием, выпуска новой продукции, инжинирингом. И предполагается, что также на базе этих передовых инженерных школ будет впоследствии организовано повышение квалификации, стажировка преподавателей региональных университетов, чтобы вот эти новые современные технические решения масштабировались. И здесь очень важна высокая планка подготовки кадров, которая обеспечивается в этом проекте. Мы предполагаем как раз использовать результаты этого проекта, передовых инженерных школ, для того, чтобы актуализировать профессиональные стандарты и квалификации, исходя из тех новых требований рынка труда и тех компетенций, которые будут апробированы в рамках образовательных программ на базе этого проекта «Передовая инженерная школа». Поэтому мы видим возможность и с одной стороны очень глубокой проработки вот этих механизмов партнерства, а с другой стороны возможность для масштабирования этих решений. Первые передовые школы, уже классы работают в петербургских образовательных учреждениях, показывают неплохие результаты. И мы так понимаем, что основная цель – это соединить образование и будущую работу школьника. То есть, по сути дела, еще со школьной скамьи малыш становится настоящим работником и получает свою первую профессию, можно так сказать. На ваш взгляд, это важно сейчас? Ну, узнаете, скорее, вот то, что у этого университета все-таки студенты – это уже не малыши, хотя, в общем, профессиональные программы, профессиональные ориентации, они действительно сейчас реализуются, тоже активно участвуют в их запуске компании и ведется партнерство и с школами. Есть очень интересный проект Министерства просвещения – профессиональные пробы, когда школьник получает возможность поставить себя на место работника и действительно понять, каким образом, что характерно для той сферы деятельности, которую он размышляет, не заняться ли ею. Или очень интересно, есть портал «Профсторис», где описаны особенности работы по разным специальностям, и более того, там опубликованы как бы истории, отзывы профессионалов, кто непосредственно работает на этом месте и может от первого лица рассказать, что их мотивирует выбрать именно эту работу, почему они считают ее интересным, почему могут ее рекомендовать. Очень интересный проект, тоже мне представляется значим для вот этой сферы. Возвращаясь к теме необычных профессий и специальностей, не секрет, что сейчас пользуются особым спросом в междисциплинарной области, когда профессия некая такая соединяет сразу несколько профессий, и это специалист широкого профиля. Вот если привести некоторые примеры интересные, какие сейчас специальности появляются, которые вдохновляют молодых людей освоить ее? Ну, вы знаете, наверное, это есть несколько таких сквозных компетенций, которые могут добавиться в любую традиционную профессию, возникать что-то новое. Вот, например, если брать цифру, строительство и цифры, БИМ-технологии, новые технологии строительного проектирования, которые позволяют защитить нам быстрее и экономичнее проектировать, потом строить здания. Да, вот фактически это некоторая новая профессия. Или, значит, новые материалы, тоже актуальны, аддитивные технологии для машиностроения, очень актуальны, для целого ряда направлений, связанных с конструкционными материалами, это актуально. Поэтому, наверное, вот если говорить о таких комплексных специальностях, это специальность плюс цифры, специальность плюс новые материалы, и тогда вот получается то, что сейчас наиболее востребовано и интересно. Какие учебные заведения, может быть, готовят таких специалистов молодых или предприятия, которые помогают подготовить молодых специалистов? Ну, строго, реально, все учебные заведения готовят специалистов. Но вот если говорить о Санкт-Петербурге, конечно, очень сильно это ИТМО, это Политех, да, безусловно, лидеры, вот участники тоже проекта передовой инженерной школы. Не могу не отметить и СПБГУ, и ЛАТИ, и Питерский филиал высшей школы экономики. Очень ряд важных и сильных университетов здесь в Питере существует, и могу только порадоваться, что такие возможности у студентов и Питера, и других регионов реализуются. Возвращаясь к основным темам форума, не могу не спросить, на ваш взгляд, какие все-таки основные вызовы сейчас испытывает российская промышленность в необычных для себя условиях. Какие вызовы стоят перед ней сегодня? Что ей нужно для того, чтобы быть успешной? Ну, вот, действительно, такие новые опросы проводились, российская промышленность проводила опросы. Ну, понятно, это доступ к технологиям, и второе, это доступ, ну, собственно говоря, к кадрам, вот над чем мы работаем. И вот у нас сегодня третий день нашего форума «Российская национальная система квалификаций», и форум «Промышленник» продолжается. Вот на совместной площадке сегодня в 4 часа будет проходить заседание комитета РСПП по образованию, науке и инновациям, где мы как раз планируем рассмотреть вот эти практические шаги, которые можно было бы сделать для того, чтобы еще усилить вот эти вот форматы партнерства между бизнесом и образовательными организациями, включая создание совместных структурных подразделений и форматы сетевых образовательных программ и форматы многостороннего сотрудничества там вокруг отраслевых кластеров, например, на территории регионов уже такие тоже практики есть, и в Санкт-Петербурге сильные есть кластеры, и в Москве на базе московского инновационного кластера ряд таких межотраслевых кластеров сформирован. Вот, я думаю, эти вопросы будем обсуждать и, ну, предполагаем выйти на предметное и реализуемое решение. Если говорить о возможностях, которые в последние годы получила российская экономика, российская промышленность и те, кто заняты в этой сфере, какие это возможности, что мы получили после сложной пандемии коронавируса и вот сегодняшней непростой экономической ситуации в стране? Какие это возможности, что, какие скиллы, может быть, даже имеет за собой наш специалист? Ну, во-первых, то, что, наверное, во многих регионах и многих странах реализовано, это, конечно, различного рода дистанционные технологии, дистанционное обучение и дистанционная занятость, в общем, действительно повысила гибкость рынка труда и многие из одного региона находят работу в других там индустриальных центрах, там, где работа связана с сервисом, да, представлением услуг, то, что доступно через формат дистанционной занятости. Многие сочетают даже возможности трудоустройства на нескольких работах, да, этим самым максимализируют уровень производительности труда. Это первая история. Ну и вторая, то, что мы сейчас наблюдаем, это развитие партнерств с новыми странами, с новыми макрорегионами и Юго-Восточной Азии, и Латинской Америки, и ряд других государств. Я думаю, тоже это вот последние два года получили мощный импульс к работе по этому направлению. Вот если как раз говорить о наших новых сферах влияния и сфере интересов, чего мы учимся у наших новых друзей и что мы можем получить заменой от них, какие нам необходимы, может быть, компетенции, скиллы, которые нам могут предложить, в том числе, например, азиатские страны успешно во многих направлениях? Ну, я думаю, что там каждая страна имеет свои особенности, да, но вот большинство стран, скажем, Юго-Восточной Азии, это действительно очень высокий уровень уважения и приоритетности к образованию, да, будь то Китай, или будь то Япония, или будь то Корея, вот культура наиболее высокого приоритета образования, компетенции, мне кажется, очень важна, и я думаю, что если мы дополнительно вот такие очень важные, мне кажется, культурные черты и их дополнительно воспримем, это будет, мне кажется, пойдет на всем на пользу. Вот если говорить еще немного об образовании, есть такой миф, может быть, среди даже будущих студентов, абитуриентов, что, может быть, нам не нужно это высшее образование, может быть, мы обойдемся некими курсами дополнительной квалификации или другими онлайн-курсами, которые помогут нам освоить профессию и стать успешными. Так ли это или все-таки нет? Вы знаете, с одной стороны, точно не хочу променьшать значение дополнительного образования, онлайн-курсов, они действительно очень гибкие и позволяют быстро получить дополнительные навыки и знания. С другой стороны, университет, его достоинство – это возможность получить некоторые комплексные представления о современных технологиях, о современных общественных институтах и получить, действительно важно, доступ к широкости контактов, и однокурсники, и преподаватели, и контакты преподавателей, которые, оказывается, очень полезны для будущего жизненного пути студента. Да, это и стажировки, и просто вот многие студенты, больше половины, работают с какого-то курса на предприятиях, и те, кто работает по специальности, те усиливают свои компетенции. Но вот возможность получения такого системной картины мира, системы понимания, как взаимосвязаны многие события и явления, они, конечно, в чьей степени удается получить в университете. Поэтому я бы не противоставлял университеты и систему дополнительного образования. Я думаю, что они между собой очень хорошо сочетаются. Если говорить о студенческой практике, неотъемлемой части учебного процесса, какие, может быть, существуют сейчас интересные проекты в этом направлении, когда университеты помогают своим студентам выходить к интересным компаниям и помогают им в будущем трудоустроиться туда. Спасибо. Я бы выделил несколько направлений. Первое – это создание в университетах специальных структурных подразделений, которые этим занимаются, центры карьеры, которые как раз предназначили для того, чтобы устанавливать и развивать партнерские отношения с будущими работодателями, студентов, выпускников университетов, и развивать различные механизмы. Это, может быть, практики, стажировки. Это очень интересный формат, который тоже наше агентство помогает развивать. Это формат проектного обучения, когда студенты и университетов, и колледжей наряду с традиционными форматами лекций, семинаров также получают возможность развивать свои профессиональные навыки через реализацию проектов профильных для своего направления обучения. Например, инженерные проекты, когда индустриальный партнер предлагает какой-то содержательный проект, который будет реализовывать команда студентов под руководством одного из сотрудников университетов с привлечением в качестве менторов сотрудников этой компании. В результате у студентов получает совсем значительно более высокий уровень квалификации, когда они за счет участия в кро-формате обучения получают очень важный практический опыт организации проектов, умения работать в команде. Это то, что говорится, кроме hard skills, это soft skills, то есть универсальные компетенции, которые действительно востребованы работодателям, потому что мало, чтобы работник просто что-то знал, нужно, чтобы он умел, повторюсь, работать в команде, работать в коллективе, понимать, сколько важно выполнять в срок свой участок работы. Это обеспечивается в рамках этого проектного обучения. Но, с другой стороны, это доплатно мотивирует на какие-то направления по той специальности, в которой студент учится, их понимание значительно степени углубить, чтобы этот проект действительно реализовать на практике. Какие компании уже выступают в качестве менторов для студентов? Эти самые широкие группы компаний, да, то есть это и наши ведущие индустриальные компании, это и, если братья ТИ, например, такие лидеры сферы финансовых услуг, как, например, Сбербанк или ВТБ, или наши IT-компании, типа Касперского и, в общем, ряд других. Это уже очень популярный формат, когда наши крупные компании, выступая партнерами университетов, еще и такой механизм повышения квалификации студентов используют. Если говорить как раз о будущей профессии, на какие, может быть, специальности в сфере промышленности, бизнеса, вы посоветовали бы присмотреться будущим студентам, обратить внимание, что, на ваш взгляд, будет популярным в ближайшее время? Ну, вы знаете, если говорить в широком смысле слова, я не могу не повторить про цифру, потому что вот почему цифры так быстро развиваются? Есть известный закон Мура, что у нас раз в полтора года удваивалась плотность микросхем на кристалле, у нас удваивалась более-менее симметрично скорость быстродействия компьютеров. И это продолжалось на протяжении многих десятилетий, поэтому эта степенная функция у нас реализовалась, поэтому тут гигантский скачок в использовании сферок технологий на счет этого реализовался. Поэтому вот любая отрасль плюс цифра – это уже что-то такое востребованное и интересное на рынке. С другой стороны, если брать внутри цифры, вот сейчас неслучайно очень востребованное направление искусственный интеллект. Он тоже сейчас развивается, наверное, еще быстрее, чем у нас шло. Просто развитие цифры каждую неделю, там, один-два значимых прорыва фактически выступает, да, вот все знают и про распознавание образов, да, и вот нейросети, как они там достраивают различного рода, значит, изображение, да, адаптируют, и много всего происходит. И вот скачок, значит, развития индустрии за счет внедрения технологий искусственного интеллекта, он точно будет очень быстро наступать. И здесь вот как был прорыв, наверное, лет сколько-то, 10-15 назад, связанный с интернетом, да, и потом разными рода социальными сетями, вот сейчас то же самое будет происходить с искусственным интеллектом. Поэтому я бы очень порекомендовал, безусловно, обратить внимание на цифры, внутри цифры, обратить внимание на технологии искусственного интеллекта и их приложение к различным направлениям практической деятельности. Это вот первое большое направление. Второе большое направление, то же самое биотехнологии, да, вот тоже вот новые, в смысле и цифровые возможности, они позволяют значительно быстрее обеспечивать и поиск новых решений власти биотехнологии, их синтез, их применение, это тоже очень важная сфера. Кстати, в Питере тоже есть как раз очень сильные университеты, очень сильные компании быстрорастущие, которые в этой сфере работают, там и биокаты, и герофармы, и ряд других, действительно, лидеры в отрасли. Дальше я бы отметил в качестве таких больших направлений то, что связано с социальными технологиями, и гуманитарными технологиями, но вот опять же на стыке цифры, вот, например, от тех, да, вот, технологии в образовании, education technology, действительно, вот, и как раз коронавирус показал очень быстрый темп роста и в России, и за рубежом компаний, которые работают в этой сфере, потому что это востребовано, это действительно позволяет очень быстро совершенствовать и темпы освоения новых квалификаций, то, что востребовано на рынке труда, и делать это значительно и масштабнее, и качественнее, чем это было за счет традиционных технологий. Вот таких вот тех плюс, вот, это популярное вот эти сочетание, оно, мне кажется, будет очень востребовано быть на рынке. Не секрет, что в современном мире, в современной России очень сильно изменилось отношение к обучению в колледже и профессиональных технических училищах. Сейчас конкурс во многие из них зашкаливает, ребята идут туда. Почему сложилась такая ситуация и почему современные колледжи превратились в новый такой образовательный кластер, нового формата? Ну, скажем так, если брать наиболее сильные колледжи, вот за счет как раз этого партнерства с бизнесом, когда удается выстроить качественную систему обучения, вот не только как в школе, теоретическим, но и значимым навыком, но еще и практикоориентированным, то многие молодые люди считают, что для них важно как можно быстрее начать профессиональную деятельность, они хотят стать самостоятельными, они хотят, в чем если это та сфера, в которой им интересно работать, это совсем хорошо, не надо еще потом быть в позиции обучающейся в университете, а максимально быстро стать самостоятельным профессионалом, может быть, стать самозанятым, может быть, открыть свой малый бизнес, опираясь на ту компетенцию, которую они получили. Я думаю, что это действительно важное такое явление, которое значимо, тем более, что потом никто не лишает возможности выпускников колледжа на том или ином этапе поступить в университет и потом продолжить уже отталкиваться от своего практического опыта, повышать свою квалификацию в правительственной сфере. Поэтому я думаю, что сейчас такой формат будет продолжаться, и многие показывают очень высокую заинтересованность студентов в, возможно, многие рассматривают возможность создания своего бизнеса, да, вот малый и средний бизнес, как возможность быть действительно независимым, самостоятельным, и, наверное, будем помогать развивать компетенции предпринимательские, в том числе в колледжах, чтобы такого рода возможность всегда была открыта для тех, кто такого рода компетенции получит. Возвращаясь к теме форума «Российский промышленник», на Ваш взгляд, какие кейсы, истории, обсуждения, которые сегодня проходят на полях форума, обязательно должны перейти из теории в практику и реализованы быть в стране? Ну, я думаю, вот формат взаимодействия компаний с университетами и колледжами, причем многопланового взаимодействия станет фокусом, он уже стал фокусом для образовательных организаций в значительной степени, он в возрастающей степени будет фокусироваться, станет фокусом и для приоритетов промышленных предприятий. И вот нас традиционно обычно рассматривали как бы два раздельных формата взаимодействия, либо это формат взаимодействия индустриального партнера предприятия с образовательной организацией, либо только по линии потовки кадров, и тогда контрагентом образовательной организации на предприятии становится руководитель подразделения под управлением персоналом, МЧР-директор, либо второе направление — это партнерство власти исследований и разработок, и тогда контрагентом университета становится руководитель по исследованию разработок в компании. Какой-то момент состоит в том, что сейчас, я думаю, будут все больше и больше набирать форматы сотрудничества, сочетающие в себе оба этих направления. Когда, например, в университете может создаваться формат популярной базовой кафедры или центр, или институт, который одновременно бы и выступал партнером предприятия для проведения исследований разработок, но при этом вовлекал студентов в ту же самую практическую деятельность, связанную с этими разработками в рамках, например, того же проектного обучения. Тогда на выходе индустриальный партнер получал бы в лице выпускников университета специалистов, которые как раз специализируются на тех технологических направлениях, которые более всего интересны этому индустриальному партнеру уже с опытом на верхней планке востребованности своей деятельности. И тогда получается, что такого рода структурное подразделение становится мини-научной школой, центром компетенции, когда аспиранты пишут диссертации, научные работники готовят научные публикации, студенты пишут курсовые, вокруг тех тем, которые реально интересны и востребованы предприятиям. И вот такой получается синергетический эффект, потому что все равно есть бюджет времени, который студенты, преподаватели должны направлять на какую-то исследовательскую деятельность, если ее удастся сфокусировать на приоритетных направлениях для предприятия, и более того, усилить возможности для этой исследовательской деятельности в счет использования оборудования предприятия, в счет включения студентов в те исследовательские подразделения или рабочие подразделения предприятия для того, чтобы максимально эффективно было это участие, то результат будет большим. Мы все знаем про этот опыт базовых кафедров из тех, когда студенты со второго, с третьего курса уже увлекались в деятельность ведущих наших исследовательских практиков ориентированных институтов, и они реально работали, реально вносили в какой вклад, но реально получали непосредственно понимание, как работают передовые наши исследовательские организации. Вот я думаю, что подобного рода модель, она, в общем, давно уже дозрела до того состояния, когда она должна массово тиражироваться. Вот те проекты, с которых я начинал говорить, передовые инженерные школы, катали цифровой экономики, они как раз позволяют, мне кажется, эту модель тиражировать. И мы, как Национальный генератор развития квалификации и в партнерстве с профильным комитетом Российского союза промышленных предпринимателей, сейчас предполагаем помочь выстраивать эти модели взаимодействия, помочь тиражировать эти механизмы содержательного партнерства, и поэтому действительно рассчитываем, что то, что обсуждалось на форуме, будет практически реализовываться.